Как нам известно, уже с 17-го Томуза начинаются дни траура. Дни траура тогда, когда уже начинается разрушение храма 17-го Томуза. Это было тогда, когда уже были поломаны стенки Иерусалима, и все остальные четыре еще дополнительных плохих вещей скружали то, что были разрушены и так далее, разных вещей, которые произошли с 17-го Томуза. И вот эти траурные дни, как мы знаем, идут с 17-го Томуза, и больше и больше траурные трауни становятся от, скажем так, легкого к тяжелым, как бы, дням, где мы приближаемся к 9-го Тава. И чем ближе мы приближаемся к 9-го Тава, чем тяжелее становятся законы. И 9-го, как мы уже знаем, это был день разрушения 1-го и 2-го храма, и очень многие ужасные печали, которые произошли с еврейским народом. И такое время храма и до этого, и после этого, до сегодняшнего дня. Эти дни очень непростые. И на разрушение храма, на самом деле, наши пророки уже пророчествовали, и уже было, в принципе, тоже уже было это пророчество в двух разных местах. И наши пророки Ирмияновы и Ешаяновы, они пророчествовали на разрушение, и давали упроки еврейскому народу, чтобы они вернулись к Чуве. И авторот, который мы читаем после 17-го Тавуса до 9-го Ава, они особенный авторот. В прошлой неделе, конечно говоря, вчера, в Парашат Пенхас, который мы прочитали, мы не прочитали автору, который связан с Парашат Пенхас, мы прочитали особенный автору. Особенный авторот, который является один из трех авторот, которые читаем с 17-го Атамуса до 9-го Ава. А именно, эти авторот называются Гиммель Тепуранута. Мы читаем три авторот, которые рассказывают про упреки, так как Ирмияновы и Ешаяновы говорил нам, еврейскому народу. Перед две недели, получается, вчера в Парашат Пенхас и Матод Масейн будем читать пророчество, которое было сказано от Ирмияновы. И неделя, которая уже перед Ишабябом, мы читаем пророчество от Ешаяновы. Там тоже идет наше парыше, это связано с Парашат Варим. И после Ишабяба у нас настаёт тоже ряд особенных авторот. Особенных авторот, а именно так называемый Шива Тенехамата. Мы читаем семь разных успокоений, так как пророки давали успокоение и надежду от имени Творца, то, что творит с нами. И в действительности в Творец ни в коем случае нас не забыл. И он даже при разрушении храма, и после этого всегда с нами. И даёт нам надежду, и поддержку, и усиливание в этих тяжёлых временах. И ещё есть дополнительный особенный автор, который мы читаем после Рашишаны, это так называемый Штайн де Тюфта. Получилось, что у нас есть три сейчас, потом семь, и после Рашишаны у нас есть две ещё дополнительных авторот, которые очень сильно особенные. Автора, как мы знаем, оно не просто вещь, оно всегда даёт тот, как бы, так называемый месседж, который в это время необходимо, чтобы еврейский народ взяли для себя. Мы хотели бы сегодня взять один из моментов, который Ермян Новый говорил еврейскому народу, тот упрёк, который он давал нам, всем еврейскому народу. И сегодняшний день, сегодня урок это не будет о том, что, не дай Бог, я хочу кому-то давать упрёк, в первую очередь я для себя давать упрёк. Наоборот, мы от упрёка, который он хотел давать, мы постараемся с Божьей помощью усиливаться в вере, усиливаться, взяться с Божьей помощью какие-то большие вещи, которые мы можем взять от его слов, и чтобы, конечно же, это было Башхизук для нас, для Муна, для Питахон, и чтобы Башхизук помог нам обязательно, чтобы сказать правильные слова. Говорит нам пророк Ирмия, и это то, что мы будем читать, с Божьей помощью в Порошат Матодумас Эй, автора, говорит нам следующие слова, из ряд упрёков, которые даёт Ирмия Новый еврейскому народу, говорит нам следующий момент, говорит он, то, что Получается, творец говорит от имени пророка, то, что творец говорит нам, то, что две плохие вещи делал мой народ, и они пошли вычерпивать от колодцев, которые не, извините, не могут содержать себе воду. Это слово, которое говорит Ирмия Новый. И что у нас получается, говорит творец нам, две плохие вещи делал мой народ. Первая вещь, это то, что оставил меня, оставил кого, источником жизни он оставил, и вторая вещь, это что, он пошёл, и он, и он ищет места, получается, колодцы, которые, нишбарим, которые говорится, которые, ашалой хрумай, которые они не в состоянии держать себе воду, и не просто, говорит колодцы, которые ломаются, бород, бород, нишбарим, колодцы, которые они ломаются. Понятно, что каждое слово, которое написано на пророках, нам, это каждое слово, это нужно сильно, как бы, понять, что это значит, что они имели в виду, и с Божьей помощью, постараемся понять, в чём был упрёк, Ирмия Нави, от имени Творца, еврейскому народу, и что мы можем взять в эти дни, когда в этой неделе главы будем читать это вторую, и какой урок мы можем взять с вашей помощью от этого всего. Объясняют наши комментаторы, то, что, на самом деле, речь идёт здесь о том, то, что Ирмия Нави давал упрёк еврейскому народу, то, что они оставили Творца, и они начали уповать на другие вещи. Они перестали уповать на Творца, и уповать на разные вещи. А что это за разные вещи? Он определяет это так, как колодцы, которые ломаются, и которые не могут выдержать себе воду. Кажется, я сейчас нужна это с Божьей помощью, для меня это понять. Говорит Творец, то, что оставлю меня. Первая плохая вещь, что, что говорили, делали вы, это что? Оставлю меня Мекор Майм Хайм. Я есть источник жизни. Что это значит, то, что я есть источник жизни? Источник жизни, это значит, Майм Хайм, это значит источник воды. Источник воды, это значит, то, что у него, во-первых, есть вода, которая бесконечная, у него есть, в принципе, сам свой вода, источник это есть, источник воды. Он не нуждается водой, чтобы он взял из другого места, нежели колодцы, которые он нуждается, чтобы он только может себе держать столько воды, сколько есть внутри. И все, и когда заканчивается вода, необходимо, чтобы привезли из другого места. Я, говорит, я, творец, говорит, вы, я, есть источник воды, который, получается, сравнивать это с творцом, да, то, что ни в чем он совершенно не нуждается, источник воды, у него есть, в принципе, сам себе вода. И второй момент, который мы находим здесь, что он никогда не заканчивается, нежели в колодцах, которые он может заканчиваться. Получается, в колодце есть минус то, что у него нету своей воды, и второй, он может заканчиваться, и второй, и второй, не знаю, почему, может быть, я громче поговорю, Тай, может быть, ты поднимешь голос у себя, может быть. И второй момент, который мы здесь находим, дорогие друзья, это что? То, что у него нету источника своей жизни. У колодца у него нету своего ничего. Все то, что у него есть, это что? Это то, что внутри ставишь, и когда он, и он, его можно придет уже поломать. То, что нет, вы источник воды. Источник воды, он бесконечный. Он дает из себя, и он никогда не заканчивается. Так говорит, творец, еврейскому народу упрек. В чем упрек? То, что я есть источник жизни ваш, и я тот, кто ель, который давал вам столько доброты, столько доброты, то, что я все время бесконечно даю вам и вы меня оставили, которые есть источник всего и ведете к ним, к другим силам, к другим определенным вещам. Но сначала, с божьей помощи, это понять, нужно к этому предусловие, маленькие, и потом, с божьей помощи, можем поймем, как бы, что здесь иметься в виду. Как мы знаем, дорогие друзья, творец, у него есть так называемый Ашкаха Протидь, особенный надзор над еврейским народом. Особенный надзор. Что такое особенный надзор? Это мы видим на существование еврея, существование еврейского народа. Особенности мы находим в каждом именно вещи, которые происходят в нас, еврейском народном определенные вещи, которые мы в буквальном смысле видим в руку Творца. И если мы глубже именно засмотримся в нашей ежедневной жизни, мы очень часто мы находим на самом деле моменты особенного надзора. Вещи, которые мы не могли никак ожидать и происходят именно с нами. Вещи, которые мы видим, то, что безвыходные ситуации оказались бы перед нашим лицом и Творец просто все это направил и показывает именно свою руку. И особенности, как мы видим, где мы видим именно надзор именно Творца в этом мире, где это, это, как говорил нам Хазуныш, мы уже это упомянули, находим это в шедухах, так как пары мальчиков и девочек, которые жили абсолютно духами на разных семьях, разными культурами, разные абсолютно вещи и они могут соединиться, они могут строить совместно семью, они могут подходить именно друг к другу, что силы у каждого, каждой именно стороны помогают именно другому. Каждая именно сторона, как невероятным образом, как пазель подходим на друг другу. И вообще нахождение жены, столько историй, каждый нас знает о наших семьях, знакомых в мире, как чудесным образом, это один из моментов, где мы всегда находим невероятно большой надзор, кто-то с кем-то познакомился, он позвонил тому, у него есть какой-то знакомый, который могло было подойти к этому знакомому, 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 и чудесным образом они оказываются перфектные просто именно пара. Как именно Творец направляет это все, это говорил нам Хазумиш, здесь наяву мы видим руку Творца, даже сегодняшний день, во время храма, преподая то, что был надзор Творца, мы видели это явным образом, без вопросов, и сейчас тоже. Существование еврейского народа, это сам по себе и самый большой явный надзор руки Творца, руки Творца, который мы видим, как может быть народ, который столько именно врагов, столько именно вещей пережил еврейский народ и до сегодняшнего дня еврейский народ он живет. Как может такую вещь быть? Покажите одного народа, который он столько пережил, он до сих пор и на этом земле. Как это может быть? Что мы замечаем? Есть особенная сила, особенный надзор Творца именно над еврейским народом. Это вещь, которую никак не объяснить. Это мы видим на его надзор. Теперь когда я просто вам расскажу историю, которая у меня была сейчас в Израиле, когда был пару дней назад. Мамаш, Ашкаха протеит, надзор Творца просто невероятный. Мы жили в Ашдоде и нам нужно было поехать на машине в Бнейбрак закупаться. И если вы были в Бнейбрак, вы знаете, что парковку найти практически нереально. Там Мамаш просто абсолютно очень тяжело. Мы когда приехали, я говорю моей жене, то что начнем тень им читать, что мы нашли парковку. Потому что молиться уже Ашему, то что чтобы нашли, чтобы все успеть, нашли покупки и чтобы вернуться обратно домой. Мамаш знает, читает, мы молимся, я тоже читаю вот этот. Дорогие друзья, в Израиле, особенно везде, в принципе, но особенно в Израиле мы видим глаза Творца просто то, что написано в Торе написано, что глаза Творца на этом земле от начала года до начала года. В этой земле вещи происходят, которые просто невероятные. Нам GPS показывает то, что нам нужно было пойти на определенные дороги. И мы с женой ошиблись. То, что мы завернули не туда. Завернули не туда. Песедр GPS показывает нам то, что еще 10 минут нам нужно больше ехать. Ну, без седр я уже понял, что если это было, мы это шем, то, что все это было, нечего сейчас нервничать, ничего. А как мы это шем, без ва это шем, что там наверняка есть какой-то смысл в этом всему. один раз произошло без седр. Второй раз мы должны были прямо поехать. Опять ошибся, опять пошел по той дороге. Второй геннай проглотил себя, сказал, без седр, нормально, ошибаюсь, что сейчас, сейчас нервничать, уже поздно все. Едем, дорогие друзья, направление уже в Нейбрака. И осталось несколько хороших километров до Нейбрака. В середине автобана мы едем, 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 и на стороне идет гулять человек. Ходит в кепке, пейсатый, в бороде, в маленький рюкзак. Идет, 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 идет. Такую вещь в жизни не видел, в середине автобана человек идет. Это невероятно. Наверняка, может быть, он автобусом попросил, что произошло с ним, или там, деньги нет у него. Мне сейчас все равно на все автобаны, все эти машины. Нужно еврею помочь. Я останавливаюсь, я говорю, вам может быть в Нейбрак? Я говорю, да, мне тоже в Нейбрак. Пожалуйста, садитесь, я могу отпустить вас. Сел этот молодой человек. Сидит, мы в середине дорогие, говорим, говорим, это, и все. Мы уже приближаемся к Нейбраку, и он говорит мне, куда тебе надо, куда ты идешь? Я говорю, мне нужно рехов рабе кива. Я говорю, рехов рабе кива. Говорю, рехов рабе кива. Он говорит, ты знаешь, что, в рехов рабе кива найти парковку это парчистка нереально. Я говорю, дорогой Еврей, я знаю, я знаю, что нереально. Вот моя жена уже начала готовиться к этому, уже молиться, уже телим, чтобы было все хорошо. Так, этот молодой человек говорит мне, знаешь, что, я тебе покажу бесплатную парковку, мама, 30 метров от рехов рабе кива. Я говорю, что? Бесплатная парковка в Нейбраке? Говорю, да. Бесплатная парковка, специально, говорит, город делает такое место, недалеко от этого места, нужно знать, говорит, где это находится. Я тебя прямо отведу до этого места, ты можешь бесплатно там парковаться без проблем, ничего даже не надо платить. Это город специально делал, чтобы для людей, чтобы они могут парковаться там бесплатно. Хорош, это пахше, я говорю, адрес, знаешь, не надо мне адрес, я тебя сам доведу. Говорит, заезжай направо, налево, так, 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 приехали до этого места. Можешь парковаться, говоришь, сколько ты хочешь. Я вот спрашиваю, куда тебе отвезти, может, тебе нужно? Нет, говорит, мне нужно как раз здесь. что-то, 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 кто-то, подумал бы, я в прошлый раз, я помню, когда в Небраке был, и парковаться там было, это нереально. Мама ж, внизу спускаться, направо, уже говорит, раха бра бьякива. И что-то, как видите, рука именно, а шема везде. Теперь, это важно понять для того, чтобы осознавать именно следующий момент, который именно тут, именно пророк дает нам, то, что есть, говорит, особенный надзор у Творца. Особенный надзор над каждыми вещами. Все то, что мы молимся, то, что мы просим, то, что мы все равно делаем, все эти вещи. Есть особенный надзор именно у Творца. Ну что, дорогие друзья, есть к этому всему большое «но». Не дай бог, не дай бог, есть такая возможность, то, что Творец может убрать надзор от человека, не полноценный, конечно, есть особенный надзор, есть приватный надзор, есть общий надзор, есть, как бы, это наша и наша тема сейчас, как это работает, надзор Творца, вы относитесь, но определенный надзор Творца может уходить от человека, на той вещи, где и отдастся на самом деле вся сила той вещи, которой уповывает человек. Что я имею ввиду? Человек по натуре, дорогие друзья, он жаждует тому, что он был, что у него было все, что он был, скажем так, обеспечен, что он стоял стабильно на этом земле, давай скажем так, что он мог бы на кого-то опираться. Нету человека, который не хочет чувствовать себя защищенным, что он не хочет себя чувствовать уверенным и стабильным, и мевуса, здесь такое слово на иврите, мевуса, что он сидел крепко именно на земле. Нету, что у него было сейчас все, и дом, и яхта, это не в этом смысле, а что он может на кого-то опираться. Где его опора? И человек опирается на его силу, и человек опирается на друзей, Есть человек опирается на знакомство. Есть человек опирается на красоту свою. Есть человек опирается на деньги. Есть человек опирается на свое здоровье. Я говорю, как бык, мне ничего... мне не поломает. Мне этот, мне это. Человек упоминает, что это моя надежда. Если что-то, это что-то происходит в жизни. На это я могу всегда опираться. И тут начинается очень такой важный момент, который тут пророков прямо дальше чем на Ереме, он обе это, в принципе, говорит нам. И так изучает Холода Львова тоже то, что, не дай бог, есть такая возможность, то, что Творец, он может взять свой надзор, который есть над этим евреем, и он смотрит и засматривает на него, как маленький ребенка, и он может делать чудесные, абсолютно вещи, сверхъестественные вещи, которые он не ожидает, направляет, и весь мир абсолютно меняет ради этого еврея, и все абсолютно делают именно ради него, и это особенный надзор, который есть у Творца над евреем, не дай бог, если человек уповает в чем-то другом, то Творец берет и убирает свой надзор от человека и говорит то, что, а, ты уповаешь в этом человеке, говорит нам пророк, то все упование от человека, в ком он уповает, Творец дает именно к этой вещи, в который человек уповает, уповаешь в деньгах, без этого упова именно в деньгах, на здоровье, на здоровье, на друзей, на друзей, на королевство, королевство, на какие-то государства, государство. На это пророк Иермияу приходил и говорил евреевскому народу, почему вы уповаете на королевство, что они будут спасать вас, На Митрай, на Ашур Вы уповаете, говорит, на них Уповаете на них Вы оставили меня Источниками нашей жизни Оттуда выведет абсолютно все Вы уповаете на каких-то стран То, что они будут вас спасать То, что происходит То, что надзор Творца Уходит и переходит именно на них Вы уповаете на них Оставайтесь с ним, как оно есть В правление нормального, мирского Именно правления И не дай Бог Объясняю, это Кратко просто это скажу То, что потом пророк именно Ермья уйдет и говорит Той же вещь, о которой Еврейский народ именно уповал Этот же вещь, этот же путь Покажет в конце концов Самый большой упрек Для человека И для еврейского народа будет это в конце концов То, что то, что мы уповали Это в конце концов станет Нам же упреком То, что Конечно, мы только поймем То, что мы уповали в этом И мы сейчас осознаем То, что это было плохо То, что мы остались Мы ушли именно от Творца Не потому, что мы получим Какие-то наказания и так далее Не, сам этот путь в конце концов Покажет нам то, что было на самом деле Это не так Но это в принципе не наша тема Но что тут происходит То, что пророк дает Четкий именно упрек Еврейскому народу Теперь, в чем разница Источник жизни И Вот Колодцы, которые весь народ Собирался Наделать Объясняют нам наши мудрецы Очень интересным образом Источник всего Так, что мы сейчас зайдем Более Может быть, чуть-чуть затронем Кабалу Как это все происходит Источник всего, дорогие друзья Это Творец этого мира Творец этого мира Он Создал в этом мире Правление Таким образом То, что у нас Есть в этом мире Разные силы Разные ангелы Он создал 70 разных народов И для каждого народа Создал 70 разных ангелов Из определенной силы Которую в этом мире Творец дает Определенным людям Определенным вещам Но это только тот Скажем так Как определенная ограниченная сила Возможности И мощь Которую Творец Отдал этому человеку Этой силе Этому ангелу И так далее Из этого мы видим В этих странах Определенных есть Особенный успех В определенном направлении В других странах есть Особенная культура Культура именно разделяется Между странами Есть виды Как они выглядят Как они мышлят Мышление у них другое Успех другое Состояние другое Это все зависит То благословление Которое Творец Отдарил Этому именно народу Сначала дает ему Ангелу И потом дается Именно этому Этой стране И определенным людям То же самое Теперь Но любой именно Отдача Это приходит Только тот маленький Скажем так Ограниченный Пакет Который дается Этому силу Это так Определять нам пророк Это так Как Колотец Колотец это что? Столько вода Зайдет внутри Это есть Но откуда тебе Нужна в колодец Именно вода От другого источника От источника воды Тебе нужно поставить туда Но этот же вещь Этот колодец Можно же поломаться Он не Стабильный Он можно поломаться Говорит нам пророк То что Вы уповаете в странах Вы управляете Уповаете в каких-то вещах Но эти же вещи Они хрупкие Даже при всем То что у них есть Воинство У них есть все Кто сказал то Что они не будут ломаться И не только это Для того чтобы Чтобы они выиграли Для того чтобы Они помогали Им нужно взять силы От От творца Они от тебя Ничего не могут делать И когда у них поломается Закончится у них сила То все Да говорит творец Я Есть Говорит Источник всего И вы Есть мой удел Мой дорогий еврейский народ Вы Есть мой удел И вы Оставили меня Вы Оставили меня Откуда Вы Кого Кого Вы уповаете Они все Получают От меня силы И я Есть Источник Всего И всех И все Доброты Которые он давал Все время И вы Мне Оставили И идете Уповаете Тем вещам Которые Я сам Отдаю Им Как бы силы Другими словами На практическом уровне Творец Дает Нашему Боссу Возможность Определенные деньги Определенные силы Кого мы сейчас можем уповать Нашему боссу Или творца Наш босс тоже получил Благословление Проноса Или успех Или в этом Аташема Это вот удел Который у него был Страна Которую Мы как еврейский народ Израиль Страна Мы можем уповать Каких там Америку Или тому Тому Сегодняшний день Дорогие друзья Мы все прекрасно понимаем Как политика Все закрутилась Не на кому Уповать Раньше у нас были Хотя бы Какие-то друзья Сейчас Кто наш друг Сам творит Именно Как именно Показывает Нас То что Не на кому Опираться В действительности Потому что Те силы Которые у них есть Тоже Бемет берется От Рибоноши Олам Тоже берется От Ашема И Ашем говорит нам Уповай меня Я есть Источник всех Им даю И всем даю И Твой удел Только со мной И это тот упрек Который дает Нам Ирмиянови На На еврейском народу То что Две именно плохие вещи Делали Именно еврейском народу Теперь Чтобы эти вещи Чуть-чуть спускать На нашем уровне И будем честны Будем откровенны Когда мы всегда Говорим о Таких вещах Сейчас у нас появляется Скажем так Так называемый Дискомфорт Сам уже в душе Сам уже себе Да Говорим о каких-то Абстрактных вещах Уповай на Ашема И Верься Доверься Именно Ашему И не только На самом деле В этой теме Это Принципе Все Маареха Чел Тором И Цвод Это весь Заповеди И все Тора В принципе Все то Что он Дает нам Обещает нам Говорит нам И Все то Что он говорит Очень часто В сердцах наших Есть всегда Такой именно момент Посмотри Будь честный Типа Посмотри Именно в жизни Это действительно так Какой уповай Какой не уповай Если ты не будешь Зарабатывать Если ты не будешь Сильно работать Ничего не будет Если нет У тебя диплома Что с тобой Что с тобой будет Если не будет Этого Что у тебя будет Как если ты не будешь Пахать Как это Откуда у тебя Появится квартира Если Любые моменты Ты говоришь Сейчас уповай На это Человек болеет Или что такое Нужно пойти Врачу Вода Никто не говорит Нужно пойти Врачу Говорит Уповай Что уповать Я не вижу Его Что ты Дай мне Это реалистично Это действительно Реалистично Настолько Настолько Это ощущаем И настолько Это реальнее В наших Житаях Это случится Очень Это Но Глубине Сердца В каждом Дай бог Что этого не было Но есть Иногда Даже может быть У человека Такие мысли Даже знаю То что Наши Балай Мусар Дарько У тебя писали Пару Миллиграмм Кефир Отрицание Творца Лежит В каждом Человек В сердце Глубине 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 Где-то Где-то И потому что Чуть-чуть В каждом Есть Больше Меньше Но Есть Нас Иногда Вот эти Именно Мысли Не дают Нам покой Дают Нам покой И мы Хотим В действительности Помолиться Довериться Ашему И так далее Все им Надо Отдаваться Но Как ты Действительно Это так Дойдем К этому Примеру К этому На несколько Примеров Говорят Наши Мудрецы Вот Реалистичная Мина Вещь То что Человек Может Кажется Это Абстрат Мина Вещам Мне тоже Говорят Наши Мудрецы Мудрецы Пишут То что Ливу Алай Делайте Пожалуйста Трапезы Шабата Йомтова Если Нету Не дай богу Человек Возможности Одолжите Деньги Ради Меня Ливу Алай Ве Мену Би И доверьтесь Мне Верьте Мне И я Отплачу Все Второй Пример Говорится Единственная Вещь Которую Человек Может Испитывать Творца Отдавать 10 Или 20 Процентов В зависимости Сколько Человек Из дохода Испитывать Творца Дорогие Друзья Равшах Писал То что Я Говорит Отдаю 20% Из моих Денег Никогда Не было Момента То что У меня Что я Говорит Не хватало Человек За обещание То что У нее Всегда Будет Всегда Хватать Все Всегда У нее Будет Все Третий Пример Уважает Твою Жену И Ашем Даст Тебе Парна Соблюдай Шаббат В Шаббат Есть Минамек Кора Браха Говори Ашер Яцар И Это Даст Тебе Есть Скула Для Воззравления И так Далее И так Далее Скула Это Может Быть Еще Легче Но Мы Сейчас Примели Пример Отдавать Деньги Ради Чего Ради Того То что Я Верю В чем То Большом Я Верю То Что Ты Творец Ты Мне Даш Два Раза Больше И Всегда У меня Будет Деньги Всегда У меня Все Что У меня Не Будет Не Хватать Всегда Ты Мне Даш Чего Приходит И Говорит Как Это Так Я Отдаю Этим То Что Я Дам Этим Будет У меня Больше Это Будет У меня Больше А В Чем На Вопрос Вопрос Доверия Творца Настолько Мы Доверяем Настолько Мы Верим На Творца Всегда Есть У нас Вот Эта Подсознательная Борьба Всегда Меньше Больше Мир Но Бывода Есть Мы Люди Мы Не Малахим Мы Не Ангелы У нас Есть Борьба Всегда Эта Настолько Мы Доверяем Этих Словах И Любой Митсвот Любой Митсвот Возьмем Дорогие Друзья Всегда Эта Борьба Возьми Начиная От Ашхамата Бокер До Совсем Сложим Митсвот Который У нас И Всегда Эта Борьба Да Действительно Это Так Посмотри Мир Действительно Так Работает Для Того Чтобы Усиливаться В этом Деле А То Что Пророк Именно Кричал На Нас И Давал Упрёк Еврейскому Народу Кричал Что Вы Оставили Именно Творца И Вы Уповаете Именно В Чем Другом Бархова Талибовод Пишет То Что Один Из Важных Моментов Который Мы тут Должны Заметить Дорогие Друзья Посмотреть В Того Кого Мы Уповаем И В Его Словах Которые Были Сказаны И Испол Исполняет И Исполнили Он Все Вещи Которые Он Обещал И Не Только То Что Он Обещал Даже Больше Чем Он Обещал Того Кого Я Уповаю Творца Посмотрим В Реаль Именно Глазами И Тогда Мы У У нас Будет Сила У 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 На Реальность На Реальность Еврейского Народа И Все Обещания Которые Творец Делал Еврейским Народом До Сегодняшнего дня Начиная От Торы И Заканчивание От Всех Мудрецов Дорогие Друзья Кроме Несколько Пророчеств Которые Мы Ждем Кроме Гогу Магога И Надеюсь Что Это Частично Уже Сбилось И Дай Бог Чтобы Это Закончилось Хорошо И Прихода Машеха Все Пророчества Видения Дорогие Друзья Все Один В один Сбились Еврейским Народом Дадим Простой Пример Можете Открывать Книгу Даниэль И Посмотреть Как Даниэль Рассказывал Забыл И никто Не мог Объяснять И Даниэль Что мы Помним Когда он Жил Это Был После Разрушения Первого Храма Говорит То Что На Вухадем Ацар Он увидел Видение Что За Видение Он Видел Он Видел Какое-то Видение И Никто Не Знал Что Он Видел И Он Хотел Люди Убить Своих Мудрецов Своих Этим Объясните Меня Никто Ничего Не мог Скажите Мне Что Видел То Как Даниэль Не Помолился Ашему И Ашем Раскрыл Ему Видение Книга Которая Была Написана Дорогие Друзья Около 2500 Лет Тому Назад 500 600 Лет Тому Назад Рассказывает Даниэль В следующий Момент На Вухадем На На Вухадем Ты Видел Такое Видение Ты Видел Образ Говорит Человека Которая У него Голова Была От Золота У него Грудь Был От Серебра Говорит Нижняя Часть У него Была От Медь От Меди Ноги У него Были От Железа И Пальчики Внизу У него Были Половина От Железа Половина От Земли Говорит Пророк Тониэль То Все Видения Которые Ты Видел Это Королевства Которые Придут От Тебя Золото Которые Ты Видел Это Вавилонская Империя Которые Ты Самый Особенный Самый Лучший Всех Королевств Который Будет И Это Ты После Тебя Придет Королевство Которые Будет Меньше Уровня Чем Ты Это Будет Персия Это Будет Серебро Это Время Когда Мы Были В Изгнании Во Время Пурима Дорогие Друзья После Тебя Придет Еще Одно Королевство Которое Будет От Меди Которое Было Мы Были В Изгнании Кого Изгнании Греков Это Было Королевство Которое Александр Македон Властвовал Над всем Миром И После Этого Придет Четвертое Именно Изгнание Четвертое Королевство В мире Которое Будет От Железа Это Что Это Будет Рим И В Конечном Итоге Будут Еще Одно Изгнание Где Рим Будет Вместе С Кем Вместе Арабскими Странами Это Что Это Земля Земля И Железо Они Будут Вместе И Потом Говорит Ты Увидел То Что Приходит Издалека Говорит Камень И Ударяет На Ноге Ударяет На Ноге И Весь Этот Образ Человека Который Ты Увидел На Вухадан Цар Все Развалился И Упал На Полу И И И Всего И Стал Говорит Имя Творца Потом Одним Единственным И Это Уже Приход Машиаха Дорогие Друзья Это Уже Приход Машиаха Этот камень Это Приход Машиаха Ударяет Где Сам Именно В конце Дорогие Друзья Давайте Посмотрим Сбыл 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 Пророчества Которые С нами Были Сказаны Павелонские Империи Перешли И Перешли Потом Что Было И Не Просто Было Это Золото Все У Ему Есть Свои Объяснение Почему Золото Почему Серебро Потом Была Персия Была Персия Потом Была Креки Были Креки Потом До Сегодняшнего Дня Дорогие Друзья У нас Есть Что 2000 Лет 2000 Лет Мы Живем С Римским Империями И В конце Кто бы Подумал 200-300 Лет Что Они Будут Вместе Арабские Страны С Мусульманскими С Христианскими Странами Вместе И Так И Объясняется Потом То Что Арабские Страны Они Будут Использовать Силу Римским На Страны Кому Кому Кто Дает Оружие Нам Не Нужно Это Мы Все Прекрасно Знаем Кто Поддерживает Именно Силами Все Поддерживает Христианские Страны Рим Поддерживает Все Нарабским Странам Это И Вся Пророчество До Сегодняшнего Дорогие Друзья И Мы Сейчас Нахватим С вами В конце Творец Обещал Все Оно Так И Есть Творец Обещает Нам Дорогие Друзья И Это Вещь Которую Мы Открываем На Эти Вещи Абстрахтная Вещь Которая Лежит Где-то Вот Там Наверху Это Реальность Которую Мы Проживаем Здесь Мы Тут В Реальном Нашей Жизни Нашим Перифериям И Ощущаем Реальность Творца Здесь Именно Даем Второй Момент Творец Обещает Еврейскому Народу Тора Творца Тора Которая Была Дана На Горе Синай Никогда Не Забудется От Еврейского Народа Никогда Не Будет Момента Тогда Когда Тора Забудется От Еврейского Народа Тора Регулярной Форум Которая Была Дана На Горе Синай История История Еврейского Народа Все Время Были Попитки Поменять Изменять Скрыть Какие-то Вещи Срезать Какие-то Вещи Нам Это Не Подходит Это Может Быть Так Еврей Дома На Улице Ты Может Быть Не Еврея Может Таким Быть Может Этим Разные Минам Моменты Которые Говорили Но Всегда Тора Дорогие Друзья Даже При Всех Этих Вещах Которые Были С Еврейским Народом При Всех Изгнания При Всех Проблемах Которые Было Обещание Творца До Сегодня Дня Где Он Существует Знаете Где Вот Здесь Где Мы С С Вами Сидим И Мы Изучаем Ту Тора Которая Была Дана На Горе Синай Мы Изучаем Мудрецов Которые Изучали 500 И Тысяч И Тысяч И 500 Лет Тому Назад Мы Изучаем Пророков Которые Были Изучены Всем Историями Еврейского Народа Мы Читаем Талмуд Так же Так как Раши Читал И Рамбам Читал И Вильнинский Гаон И Рабувад И Иосиф И До Сегодняшнего Дня И Вы Дорогие Слушатели Слушайте Это Сейчас Мы Вместе Проходим Это В Нас Проходит Пророчество Ашема Сейчас Здесь В Этот Момент Мои Еврейские Дети Говорят Ашем Никогда Я вас Не Забуду Ни Один Народ Ни Народ Ни Один Веш Не Может Быть Состояние Уничтожать Еврейский Народ И Когда Приходят И Говорят Сегодняшний День В Политиках В Израиле В Этот Этих Поставить Так Это Все Игрушки Это Аббашамай Аббашамай Обещал Нас Никто Не Может Тору Наш Уничтожать Мы Сказали Бала Как Он Сказал Белям Как Синагоги И Ешивот Всегда Будут В Еврейском Народе Обещания Вечные Никто Ничего Не Закрывал Всегда Есть Идите В Всех Историях Синагоги Рамбана Синагоги Ари Акадош Танаим Актошим У нас Все Есть Все Обещания Творца Мы Здесь Ошущаем На Нашем Кажуре Вот 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 Здесь Дорогие Друзья Переходим На Более Практически Им На Моменты Мы Думаем Иногда Уповать Им На Творца Это Нам Кажется То Что Да Абстрактные Вещи Которые Это Сгула Или Какой-то Объединенный Вещь А Это Не Помешает Что-то Это Делать Речь Идет Когда Бомаш Приходит Испытание Мы Думаем Да Довериться Творца Настолько Довериться Бомед То Что Он Сказал Мне Этот Момед И Он Обещал Мне Он Будет Это Действительно Так Делать Я Вам Дам Историю Бомед Реальная История Которая Произошло С Рафштайменом Захрон Леврыха История Которая Была Распространена Именно Везде Во Время Кризиса Евреи В Америке Потеряли Невероятно Большие Деньги Мамаш Люди Потеряли 300 400 500 Миллионов Долларов Просто Катастрофические Потери Делали Невре Именно В Америке Которая В штамме Захрон Брехов Жив Которые Приехали Группа Людей Которые Давали Большие Деньги На Исшивот На Извините На Разные Пожертвования Они давали И Приехали Говорит Как это Может быть Тоже Мы потеряли Деньги Как это Может быть Мы же Столько Давали Мы же Столько Давали Мы Делали Желания Ашема Все Как Положено Говорит Рафштайман Говорит Я вас Не понимаю Сколько Вы потеряли Вы потеряли 500 миллионов 300 миллионов 400 миллионов Если Вы потеряли Такие Колоссальные Суммы Значит У вас Массер 10% Я уже Не говорю 20% Которые При таких Больших Деньгах По закону Нужно Отдавать 20% Посмотрите В Хвецхайм Что он Пишет Ход Авадхесет В законе В книге Авадхесет Пишет Человек По большому Доходу Может быть Он обязан Даже По закону Отдавать 20% Я говорю А 10% Вы должны Были Тогда Давать А 300 миллионов 30 миллионов 40 миллионов 50 миллионов Ты Полмиллиарда Потерял Ты 50 миллионов Отдавал На стаку Говорит Рафштайман Ни одного Из вас Я не слышал Чтобы кто-то Давал Больше Чем 1 миллион На Ишиву И вы Сейчас Приходите И говорите Что вы Были Обязаны Отдавать 10% И Рафштайман Остал И сказал Пусть Сейчас Кто-то Поднимет Руку Тот Кто Отдавал Честно 10% Так Как ему Было Положено 10 Или 20 Как бы Небало И Пусть Он Скажет Что Как он Пережил На Этот Момент Дорогие Друзья Поднял Один Человек В свою Руку И он Сказал В Всех Тяжелых Моментах Я Все Ремяду Отдал 10% Я Говорит Не Только Что Что Я Не Потерял В Это Время Во Время Кризиса Я Говорит Больше Заработал Пусть Пусть Ты Дашь ему Доверие Здесь Сегодня Не Рассказывай Где-то Бобе Майс 200 200 Тысяч Лет Назад Сейчас Пусть Ты Сказал Меня Ты Обещаешь Меня Я Доверим Тебя Ты Это Сказал Я Доверюсь На У меня Доверие Потому Что Твои Слова Оно Вечный Проверяя И Посмотрев Тот Кто Нам Обещает Вещи Настолько Он Исполняет Свои Слова На Веки Веков Дорогие Друзья Нам Уже Не Остается Нет Что За Вопрос Должно Быть Но Усиливаться Именно Верие Именно Через Такой Путь Посмотрев То Что В Чечении Все Историй Как Один в один Существование Израиля Дорогие Друзья Вы Знаете То Что Это Явные Пророчества То Что Мы 70 лет Построили Израиль Творец Обещает Нас И Всех Народов Вы Будете Разбросаны Везде Творец Обещает Я Соберу Всех Всех Соберу Четырех Стран Четырех Уголков Мира И Как Вы Подниметесь Дети Беременные Старики Все Одним Махом В Израиле Извините Меня Даже 150 200 лет Тому Назад Кто Могу Представить Маленький Ребенок Старик Беременная Женщина Они Поднимутся Одним Махом В Израиле Как Это Может Быть Не Было Никаких Самолетов Не Было Ничего Как Сегодня Нам Это Уже Понятно Пророчество Творец Уже Говорил Тогда Я Вам Обещаю И Ашем И И Все То Что Мы Поднялись Именно Израиле То Что У нас Сейчас Страна Израиля И Все Остальные Пророчества Все Остальные Обещания Обещают То Что Творец Обещал И Будем Именно С Нами С Еврейским Народом Но Это Дает Нам Усилие В том Что Все Слова Творца Все Вещи Все Обещания Они Реалистичны Дорогие Друзья Оно Есть Реальность Закончить Историей Которой Я рассказал Мне кажется Один раз Здесь Мне кажется Эта история Всегда Нужна Именно Повторить Выйти Который Именно Сильный Месседж Который Заключается В этой Историей Говорится Оно Шимутрицах Ну Изначально Начнем На истории Как Было И В этой Историей Уже Есть В принципе Это Выражение Шимутрицов Была История Такая То Что Один Назаден Еврей Проходил Время Суккота И Услышал То Как Один Еврей Сидит В Сукке И Мама Читает Биркат Амазон Молитва После Благословения После Хлеба Читает Со всем Этузиазмом Со всем Этим Большой Человек Читает Как будто Он сейчас Стоит Шимутриц Молится А как будто Он на Меду Молится Он Удивился Я должен Посмотреть Что это За Еврей Он Стучит Заходит Внутри Сидит Старый Человек Сидит Он Говорит Ребе Я обязан Было Зайти Посмотреть Кто это За Еврей Так Читает Биркат Амазон Так Читает Биркат Амазон Я Никогда Не Видел Так Это Что Вы Так Читаете Говорит Еврей Сынок Садись Я Ще Тебе Расскажу Один Вещ И Возьми Урок На Весь Твою Жизнь Говорит Когда Я Был Маленьким Я Учился В Хедере И К Нам В Хедере Приехал Рабимир Шапиру Из Милюблин Рабимир Шапиру Милюблин Это Был Цадик Который Основал Все Движения Дафайоми Который До Северней Дня Есть Большой Именно Схут То Что Многие Многие Евреи Изучают Один Дав Каждый День Уже Заканчивается Уже Несколько Раз Сейчас Всю Тор Всю Гемору Всю Гемору После Рабимир Шапиру Сохран Имляха И Он Именно Основал Эту Идею Во Всем Еврейском Народе И До Сегодня Дня Это Расцветает Во Всем мире Так Рабимир Шапиру Когда Приехал К нам После Всех Уроков Которые Он Давал Нам Он Написано Говорит Севрахинух Приводится Это Говорит Берхетев Комментарий На Шуханарух То Что Человек Который Читает Бирка Тамазон От Сидура У него Есть Обещание То Что Он Всегда Будет Хлеб На Столе У Него Будет Всегда Говорит Все И Второе Обещание Человек Который Читает Бирка Тамазон С Намерением Он Не Видит В Своей Жизни Трех Страшных Вещей А Именно Кетцев Шетцев И Аф Три Слова На Иврите Которые Значит Разные Виды Ярости Творца Кетцев Шетцев И Аф Почему Потому что Эти три слова Шетцев Кетцев И Аф Заканчиваются На Пейсофит И во всем Биркат Амазоне Нету Буква Пейсофит Обещание Которое Наши Мудрецы Дают нам Ты читаешь Биркат Амазон И у тебя Будет Хлеб Всегда На столе Туповаешь Словах Творца Туповаешь Словах Мудрецов Читай Поверяй Говорит Этот Человек Молодому парню Сынок Говорит Когда услышал Эти великие слова Адмир Шапиру У меня был невероятный Пробуждение Сказал Да Я хочу этого Я хочу Взять на себя Биркат Амазон Прочитать Я хочу Прочитать С намерением И как Обмена Положено Говорит Этот человек То что Через короткое время Началась война И Будущим евреям Всех забрали В Аушвиц Всех забрали Именно Касарловского лагеря Забрали И Говорит Когда я стоял Говорит На 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 Когда они Разделяли На людей Куда они Дорогали В идей Спросили меня Говорит Чем ты занимаешься Я не могу тебе Объяснить Что со мной было Я сказал Просто Говорит Повар Я Говорит Повар Короче Ты повар Иди Говорит Кухню Отправили Говорит В кухню Представляете Говорит То время Говорит Когда у людей Не было хлеба Черного хлеба Что-то Говорит Покушать Не было Ни одного дня Когда у меня Говорит Не было хлеба У меня была Всегда Еда На столе Я продолжал Таким большим Каванут Читать Перкат Амазон Так как Я именно Начал читать И была Говорит История То что Один раз Они Выкинули Его Он должен был Был бы делать Какой-то И выкинули Из кухни И ему Сказали Он должен был Был бы делать Какой-то рабочий Он должен был Вырвать Какую-то Яму Которую Невозможно Было Делать Вообще Никаким Образом И он Сказал Ашем Ты Сказал Обещание Не увидит Ярости Перкат Амазон Читает Но не увидит Никогда Ярости Это было Такое испытание Для него То что Если он Будет Вырвать Эту Яму То Жизнь Уже Все Чудесно Образом Привезли Еще Каких-то Работников Привезли Еще Каких-то Людей И Начали Миссии Рыть И Бешалом Я вышел Оттуда Закончилось Холокост Закончилось Все эти страшные Дни Я приехал В Израиле И вот До сегодняшнего Дня Прошел Все Жизни Построил Семью Все Все Не было До этого Дня Ни одного Дня Где У меня Не было Хлеба На столе Сына Возьми Этот урок Дорогие друзья В этот Шаббат Сидели На Маленькой Кедуш В синагоге У нас Был Один Хасидский Еврей Он Как раз Рассказывает Эту Историю Моша Этот Человек Был Известным Человеком Израиля Он Сказал Этот Человек Жив До сих Пор Несколько Лет Назад Я знаю Что Он Жив Реальная История Которую Люди Знают Этого Человека Что Тебе Обещают Обещание Что Требуется Довериться На Него Довериться На Словах Творца Если Творец Мне Сказал Что Так И Будет Бевадам Кого Я должен Довериться Кого Я должен Уповать Уповать На Босса На День Нет Только На Него Когда Есть Какой То Вещь Какой То Момент В Жизни Я уповаю На Него Он Есть Моя Опора Всегда Это То Что Творец Говорит Нам Творец Я Я Истошник Жизни Вы Уповайте На Каких То Вещах Уповайте На Каких То Вещах Уповайте На Меня Я Могу Вам Абсолютно Все Давать То Что Вы Хотите И Дорогие Друзья Давайте Посмотрим Что С Человеком Который Уповает Действительности На Творца И Говорит Тавидамелих Нам Баруха Гевер Шастлив Благословлен Извините Человек Мужина Ашарифтах Башем Который Уповает На Него Он Есть Его Опора И Творец Будет Ему Обещанием Что Это Значит Объясняет Нам Мал Бим Здесь Урок Который Совет Всем Нам Себе Это Большой Урок То Что Тут Говорит Тут Ламар Бим Мы Говорим Когда Болимся Ашем Уповаем На Ашем У нас Всегда Есть Такой Мином Момент Ашем Дай Мне Рифуа Дай Мне Успех И У нас Мыслях Что Есть Дай Через Вот Этот Путь Что Через Вот Этот Путь Мне Получится Что То Через Этого Врача Будет Что То Через Какой Путь Будет Какая вещь Говорит Ашем Мифтах Что Такое Ашем Мифтах Когда Ты Молишься Ашему И Даешь Упование Творец Говорит Я Тебе Уповаю Я Доверяюсь Тебе Как Абсолютно И Моем Понятие Нету Никаких Вариантов Через Этот Путь Через Этот Путь Потому Что У Тебя Путь И Может Быть Вообще Невидим Никому Ты Можешь Спасти Меня Ни От Чего Абсолютно Ты Абсолютно Все От Всего Любой Сто Ты Можешь Спасти Как А не Это Я Не Знаю Это Настоящее Доверие Дорогие Друзья Когда Мы Доверяем Когда Мы Знаем Кто На Кого Мы Доверяем Великого Нашего Творца Дорогие Друзья Уповаем На Него Как Когда Мы Даем Упование Таким образом Ты Можешь Абсолютно Все Делать Я Миллионером Да Как Абсолютно Я Не знаю У него Есть Путей Бесконечные Завтра Ты Можешь Выздоров Болезни Быводай Нет Вопросов Нет Ничего Которого Не Делать Нет Ничего Дорогие Друзья У меня Была Ситуация В жизни Зайдем В деталях Ребята Я Не знал Как Я Выйду С этого Я Просто Не знал Я Просто Начал Молиться Творцу Ты Все Можешь Я Не Знаю Лесадек Делай Я Уповаю В Тебя Полностью То Что Ты Делай Как Ты Хочешь Каждой Неделям Дорогие Друзья Происходили Вещи Которые Мы Женой Были Просто Вау 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 Каждой Недели Каждый День Каждое Что-то И Так И Думаешь Такие Пути Есть Творца Такие Пути Есть Творца Он Может От Таких Вещей Пути Тебе Послать Именно Вещи То Твое Проноса То Твое Здоровье То Любой Вещь Абсолютно У У Тебя Даже Нет Понятия Откуда Но Что Доверяешь На Него Он Есть Твое Именно Доверие Он Тебе Покажет Абсолютно Все Как Ты Можешь Мы Сейчас Влетели Дорогие Друзья В Израиль Вещь Которой От Начала До Конца Можно Написать Вот Такую Толстую Книжку Чудеса Просто Одним Зачем Бля Это Что-то Невероятное Документы Получить И Этот И Потом Там Мы Застряли В Аэропорту И Была Неправильная Документ Король Не Описать Просто Столько Вещей Просто Он Хочет Что-то Довериться Как Ашэн Направляет Все И Это Большая Вещь Которая Дает Нам Упрек Ирмя Нави И Это Мне кажется Хизву Которую Можем Взять С Помощью Для Нас Эти Вы Уповайте На них На Какие-то Другие Силы На Какие-то Другие Моменты На Силы На Какие-то Вещи Уповай На Меня С Многим Уповай На Меня Разве Что В чем-то Я Тебя Не Так Это Если Какие-то Вопросы У Еврея Как Это Работает Это Нужно Изучать Нужно Понять Но У нас Полная Вера То Что Все Что Творец Сказал Это Эмет Ви Ациф Это Истина Откуда Мы Видим И Не Мы Видели Это Все Мы Видели Это Реальность Это Не Где-то Абстракт Это Тут Любые Его Законы Реальность Любое Упование И Обязательства Наших Сердц Которые Тут Мудрецы Говорят Это Абсурдная Реальность Как Мы Видим Из Божьей Помощью Как Мы Упомянули Говорится Что Эти Посты 17 Тому За 9 И Другие Посты Взрата Они Будут Превращаться Для Народа Дни Радости И Божьи Поскорее Время Чтобы Была Дни Радости Чтобы В Эти Дни В Наших Днях Уже Видели Приход Машия Манья Генерацион И Мы Видели Эта Великая Вещь Которую Весь Северский Народ Жаждует И Ждет Стокими Поколениями Стокими Веками И Чтобы Было Дни Когда Мы Видим Королевство Ашема Что Было Единственным И Что Мы Видели Так Все Народы Дай Бог Признают Единственного Творца Безрата Ашем И Что Было Построительство Храма Третьего Храма Аминь Кенни Радсон